Доброе утро, вы слушаете Финам ФМ, меня зовут Елена Лихачёва, здравствуйте. Я создаю свою экологическую нишу, свой такой мир, в котором и живу. Конечно, можно заниматься критиканством, но я предпочитаю влиять на ситуацию своими собственными делами. Ну, примерно так, вольно интерпретировав, я процитировала нашу сегодняшнюю гостю. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Евгения, давайте так быстренько расставим точки над «и». Значит, к 2009 году 23 клуба, а на данный момент сколько и сколько в планах? Просто, чтобы сразу понимать масштабы. На данный момент сейчас у меня собственных клубов 6 и по франшизе 45, то есть общее число 51. Так, и какие темпы роста вы предусматриваете на ближайший год? Да вот давайте до конца этого года и на следующий. Я просто знаю, что у вас стратегия такая долгая. Стратегия долгая, но я знаю, что к Олимпиаде у нас должно быть около 200 клубов, то есть мы не планируем такой большой резкий скачок, потому что чтобы это было качественно. Вот, поэтому в Москве мы планируем 100 клубов и... К Олимпиаде уже? Нет, 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 нет. Это как вот такой план гардиозный. Вот, и тысячи клубов по России и выход за рубеж. А почему прозвучал сейчас такой рубеж, как Олимпиада? Это просто... Потому что мы занимаемся стратегическим планированием, и естественно, понимая свои темпы роста и свои силы, мы запланировали вот такие цифры. И именно к Олимпиаде? Я просто не очень усматривалась. Нет, 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 просто здесь как бы 11, 12, 13, то есть вот не более того. Хорошо. А в Москве сколько клубов собственных и по франшизе? Собственных сейчас нет, а у меня остались клубы только на родине. И сейчас где-то 16 клубов в Москве. В франчайзинговых клубах 16 в Москве. Так, 51 всего, 6 собственных, 45 в целом по франшизе. Хорошо, теперь все поняли. Мы, кстати, в прямом эфире. Если у вас есть планы присоединиться и стать тоже партнером нашей сегодняшней героини, или вы просто интересуетесь, может быть, свою какую-то хотите историю, да, здесь, как говорят, замутить, то вы можете обращаться с любым вопросом к нашу сегодняшнюю гостю Евгению Белоношенко, и мы тут в студии можем ответить. Пожалуйста, 5533, это номер для ваших смс-вопросов. Все вопросы должны начинаться на русскую букву «Я». Можно воспользоваться и нашим сайтом www.finam.fm. Вы начинали не в Москве, да? Собственно говоря, несколько лет вы всего в Москве. Да, я самарчанка. Да, вы самарчанка, реализовали ту самую историю, которую сейчас очень многие бизнесмены реализуют, приходя в Москву, откуда-то где-то уже реализовавшись, теперь завоевывая московское пространство, а иногда минуя московское пространство, сразу куда-нибудь за рубеж. Вы начинали в каком году? В принципе, самый-самый первый клуб вы открыли когда? Самый первый клуб я открыла в 2000 году. Это было с чем связано? Это было связано с тем, что я встретила свою любовь, своего мужа Юрия, с которым мы познакомились, и через два месяца поженились, и вот, можно сказать, болтанка закрутилась. И Юрий, который увидел, что я работаю у родителей в проектной ферме, и мое будущее было уже запланировано, он сказал, что это абсолютно не моя работа, он видел, как я страдаю, с неохотой иду на работу, выполняет такой родительский долг, и он говорит, давай ты будешь искать то, чем ты хочешь заниматься. И, естественно, такой путь уже начал искать меня сам. Я познакомилась с системой Зайцева, она очень известна в России, очень многие детские клубы работают по этой системе. Познакомилась с Николаем Александровичем Зайцевым, и прямо на его семинаре приняла решение, что буду открывать первый детский клуб. Евгения, вы хотите сказать, что если бы ваш муж не подсказал вам, да, и немножко так вот не сдвинул ситуацию в эту сторону, вы бы так и оставались наемным работником и не ходили бы на нелюбимую работу с 9 до 6? Юрий вообще такая культовая фигура в моей жизни, которая на самом деле очень такие точки обозначает в моей жизни, которые у нас есть такое разделение, он является стратегом нашей жизни, я являюсь тактиком нашей жизни, и у нас очень сильная и серьезная команда. Если бы не он, этого бы не было. Он довольно известный профессиональный банкир, да? Вот вы мне скажите, вы вообще в свой адрес слышали когда-нибудь, ну да, вот сделала бы ты что-нибудь подобное, если бы не муж с мозгами стратега, во-первых, ну и может быть там с какими-то деньгами на старт, во-вторых? Да, конечно, я слышала такие вещи, и может быть даже поначалу обижалась, но я также прекрасно знаю очень много богатых, красивых, умных женщин, которые при огромнейших деньгах, к сожалению, ничего не сделали. Хорошо, 2000 год, да, когда вы решили пуститься в свободное плавание. После семинара Зайцева вы решили, что будете делать именно вот с такой системой, и именно свой собственный клуб. Какие были самые-самые первые шаги? Самые первые шаги, естественно, мне как бы повезло, у меня была квартира на первом этаже, и родители, конечно же, хотели, чтобы видели меня, чтобы это была аудиторская компания. И родителям, конечно, было очень стрёмно понимать, что их ребёнок после экономической академии ползает по ковру, играя с детьми и занимается какой-то педагогикой. Для них это такой был шок, и им даже было неудобно говорить своим друзьям, что происходит в жизни их дочери. И первые шаги, естественно, мне нужно было научиться этому опыту, потому что система есть, она работает, но у меня не было на тот момент педагогического образования. И мне просто надо было начинать абсолютно всё с нуля. Как подавать материал, что давать детям, какие будут результаты. Это была, на самом деле, может быть, игра-блев, результаты которого я, к сожалению, не видела. Но здесь уже я сама себе не принадлежала и получала огромнейшее удовольствие от процесса игры с детьми. И тогда уже, наверное, то, за что любили меня дети, это такое прекрасное чувство юмора. То есть мы с детьми не учились, мы с детьми играли. И, наверное, это такая основа успеха наших клубов. Особая атмосфера. Ну хорошо, когда первый клуб, понятно, что всё держится на одном человеке, когда это становится системой, ну хотя бы уже три клуба, то есть тут, конечно же, люди играют основную роль, но дальше уже нужно выстраивать некую систему, куда бы люди уже вписывались, да, вот эти вот основные стандарты. Вы их сами прописывали. То есть понятно, что здесь одной системы Зайцева не обойдёшься. И для того, чтобы сеть была успешной, она должна повторять стандарты из клуба в клуб. Кто прописывал эти стандарты? Естественно, когда не было франшизы, и это всё было как бы один, два, три клуба, который, опять же, Юрий сказал, что ты видишь, как у тебя хорошо всё получается, нужно открывать второе. Если бы не Юрий, наверное, я была бы счастливой владелицей одного клуба и получала бы, наверное, огромное удовольствие. Но сейчас я, конечно, получаю не меньшее удовольствие. Учителей я набирала лично сама. Лично сама брала людей, не боялась брать людей сильнее меня с мощным образованием педагогическим. И я присутствовала на их уроках. И несмотря на то, что у них как бы было педагогическое образование, я их прежде всего учила манере общаться с родителями, манере общаться с детьми, чтобы это было не похоже на традиционную школу. И прежде всего это было такое уважение к детям, игра с детьми. И стандарты были как бы проговорены. И стандарты сейчас уже прописаны. Где-то у нас есть чек-лист на 218 вопросов, которые есть как бы... При приеме на работу вы имеете в виду? Да. Это выполнение стандартов бэби-клуба. То есть этим владеют партнеры. Вот. Сейчас это, конечно, все буквально прописано. А раньше это было на словах. Я приходила сама на занятия, с листочком записывала нюансы. И после каждого урока был разбор полетов. И люди до сих пор помнят и немножко так боятся моего прихода, потому что это всегда достаточно честный, откровенный разговор плюсов и минусов. То есть я никогда не боялась захваливать и, в принципе, никогда не боялась критиковать, потому что без критики не бывает роста. Евгения, вот, в принципе, ваше предприятие можно назвать, ну, где-то даже и семейным. То есть Юрий Стратег, вы тактик. Вот вы мне как тактик скажите. Человек, который открывает подобного рода клуб и имеет себе в голове планы и перспективы, такие достаточно серьезные. То есть он примерно мыслит в вашем же ключе. Вот я сейчас открою один, потом еще три. Дальше я начну включать франшизу, и вот так я буду развиваться. И, допустим, даже есть первоначальные инвестиции. Про инвестиции мы чуть позже, наверное, поговорим. Но вот самое главное, самое основное, на что нужно обратить внимание, в самом начале, чтобы потом не переделывать, чтобы потом не переучиваться самому и потом заново не инвестировать. На что нужно обращать внимание? Просто сейчас этот рынок растет. Очень многие сейчас думают о том, что почему бы не открыть. В Москве это очень такая востребованная история, в особенности в спальных районах. И сейчас многие об этом подумывают. Так вот, предостеречь, может быть, от чего-то бы. Прежде всего, конечно, деньги — это свобода. И бизнесмены очень часто, естественно, думают о деньгах. Но прежде всего вы должны понимать мотивацию личную свою, почему вы хотите заниматься именно этим делом. Когда люди приходят ко мне покупать франшизу, прежде о чем я с ними разговариваю, я спрашиваю мотивацию. И я должна понимать, что человек реально хочет изменить мир, детский мир, для того, чтобы дети были счастливыми. И если человек ставит, ну, как бы к любому камню деньги, к сожалению, у него ничего не получится. Поэтому ты должен понимать, что тебе интересно в этом процессе. Интересно ли тебе работать с детьми, интересно ли тебе работать с родителями, интересно ли тебе работать с педагогами. И когда ты понимаешь, что, да, тебе именно это интересно, сам процесс, не конечный результат, он тоже обязательно должен быть, но именно процесс. Если ты будешь кайфовать от процесса, когда ты будешь реально не ходить на работу, а это будет твоя вторая жизнь, то тогда этим стоит заниматься. А были такие случаи, когда вы отказывали в покупке франшизы потенциальному клиенту, желающему? В начале мы, конечно, то есть мы же такие еще все равно зеленые, то есть нам франшизе будет только два года этим летом. И, естественно, поначалу мы были такие эйфоричные и практически брали всех в команду. Это когда ты как маленький ребенок, ты начинаешь дружить со всеми, радоваться жизни, а потом понимаешь, что иногда друзья тебя тоже предают, и ты более внимательно начинаешь относиться к выбору своих друзей. Потому что сейчас, когда мы начали расти и стали такими уже серьезной такой детской организацией, то, естественно, мы очень серьезно подходим к выбору партнеров, и на самом деле отказов сейчас очень много. Я ничего не путаю. Мы говорим сейчас не о франчайзинге, а о клубе, который можно открыть сейчас. Вот представьте, я, допустим, хочу с завтрашнего дня начать эту историю. У меня есть определенное количество денег, про инвестиции чуть позже. Ну, допустим, вот они есть, или есть инвестор, который готов вложиться. Мотивация у меня тоже серьезная. С чего мне начать? Как мне не ошибиться? Где и какой должен быть клуб? Давайте с помещения начнем. С помещения. Ну, во-первых, конечно, нам нужно будет сначала познакомиться, потому что мы должны все-таки полюбить друг друга. Это такой первый... Не-не, мы сейчас не про франчайзинг. Хорошо. Тогда вам... Мне знакомиться не нужно, я сама буду сейчас вот это делать, а потом про франчайзинг поговорим. Хорошо. То есть я вас уже полюбила. Да, и вы мне так вот прям советуете, чтобы открыть себе свой собственный клуб. Естественно, наша цель была, чтобы бэби-клуб был в каждом районе каждого города. Поэтому там, где есть дети, там может быть, может работать бэби-клуб. Идеальная картинка – это когда уже сформировавшаяся инфраструктура, это спальные районы, нам не обязательно первая дорогая линия домов. То есть это обязательно должен быть первый этаж, отдельный вход. И от 70 метров, потому что мой любимый размер – это где-то 78 метров. Сейчас есть бэби-клубы и 200 метров, и самый мой любимый маленький бэби-клуб – 38 метров. Поэтому бэби-клуб можно расположить практически в любом метраже. Вы говорите, что спальный район, в принципе, неважно какой, но все-таки есть ли какие-нибудь тут приоритеты? Все-таки спальные районы, спальному району рознь. Вот где-то может пойти дело, а где-то не пойти. У вас на этот счет есть какое-нибудь мнение? Где лучше? Какие учесть параметры? Здесь так нельзя сказать, потому что здесь просто учитывается, если это район более скромный, например, если брать Бутово или Юго-Запад, то есть понятно, что многие стремятся, у кого есть финансовая возможность жить на Юго-Западе. Просто на Юго-Западе бэби-клуб будет немножко с другой ценой аренды и с другой ценой абонемента. Если это будет Бутово, это будет другая аренда и другая цена абонемента. Поэтому это неважно, открываемся ли мы в Москве или в Подмосковье. Здесь мы можем играть, варьировать ценами, и бэби-клуб может стоить не очень дорого, если мы можем позволить себе нормальную аренду. Да, да. Понятно. Люди? Самый, наверное, такой часто задаваемый вопрос, как найти людей. Потому что, на самом деле, кадры решают всё. Это 90% нашего бизнеса. И, естественно, у нас есть определённая прописанная система, которая входит в руководство, в бизнес-процессы. Она разработана мной специально. И, можно сказать, она жиждется на трёх китах. Первый кит – это, опять же, я выясняю, самое главное, мотивацию, почему люди любят, хотят работать с детьми. Очень часто я слышу у молодых специалистов, что они любят детей. И тогда я им очень часто задаю вопрос. Ну, причём, например, не имея практики. Я говорю, вы любите кино? Они говорят, да, любим. Я говорю, как часто вы ходите в кино? Ну, раз в неделю. Я говорю, представьте, что вы ходите в кино, каждый день по несколько раз просматриваете фильмы, а потом после этих фильмов вы обсуждаете эти фильмы. Вы любите кино? Они говорят, да нет, нам достаточно одного раза в неделю. Это то же самое с детьми. То есть это практически всепоглощение твоей энергии, твоих мыслей. И если ты готов себя отдавать, то, конечно, тебе обратно это вернётся. Но, к сожалению, не у всех это получается. И прежде всего я выясняю мотивацию. Второй кит – это компетенция человека. То есть у нас есть определённый тренинг, который люди проходят, и где я выясняю. Очень важные для педагога качества. Первое – это должна быть способность научить. Это такая хорошая способность, когда человек не может не учить. То есть он реально рвётся в бой, чтобы научить. Он, во-первых, учит всех вокруг, и, соответственно, учит и детей. Но если вы будете только проучить, вы иногда будете строговаты. Поэтому вам нужна вторая составляющая – это безусловная любовь к детям. И тогда… Такое бывает? Бывает. Ко всем? Ко всем детям? Да, есть такой тип людей. И вот сочетание вот этих двух типов – научить и безусловная любовь – даёт педагога бэби-клуба. Потому что если вы будете только про любовь, к сожалению, немножко обучение уйдёт на второй план. И здесь вот должна быть такая вот золотая гармония научить. Евгения, где вы берёте столько людей? 45 клубов. Ну, я вас умоляю. Ну, вот это всё в теории, конечно, прекрасно. Идеальную картинку вы сейчас нарисовали. А на практике где они берутся? Это обычные люди, которые иногда даже не подозревают, что в них сидит такой огромный потенциал. И наша задача – увидеть этот потенциал и развить его. Иногда приходят реальные звёзды, когда я понимаю, что мне нечего вкладывать. И это огромное счастье. У меня бьётся сердце, когда я вижу такого человека, у меня реально на целый день повышается настроение. И такое бывает. Конечно, не так редко. Но, как правило, мы умеем, моя команда умеет научить людей понимать себя и делать своё дело. Я вот где-то в одном из ваших интервью читала, что когда вы приехали в Москву и стали нанимать людей, и здесь строить, да, вот эту историю, то текучка была там 70-80%. А сейчас? Всегда есть недостаток кадров, потому что всё-таки мы не должны забывать, что педагоги – это женщины. Это женщины, которые хотят рожать детей. Текучка по естественным причинам существует. Да, конечно. И текучка существует, когда люди понимают, что у нас нельзя отсидеться, как, ну, не хочу обидеть школу или сады, где можно просто отсидеться с детишками, просто находиться. У нас каждое занятие – это спектакль. И если ты отдаёшься 4 спектакля в день, то это достаточно большая работа. И больше трёх дней, там, через день, ну, практически человек не может выдержать. Поэтому здесь очень строгий спрос. Вот для того, чтобы это работало, вы каким образом вы строите финансовые отношения с вашим персоналом? Финансовые отношения очень простые. То есть, на самом деле, проработав очень много лет в тройке, Юра научил меня о том, что мы должны быть такими белыми ребятами. У нас белые зарплаты, они на карточку. У людей есть отпускные, у людей есть трудовые книги, книжки. Они получают за каждого ребёнка в группу или они получают за каждое проведённое занятие? Система очень разнообразная. То есть, у меня, например, в моих и личных клубах это коэффициент за каждого малыша. Потому что, чтобы у учителя был некий потенциал, чтобы группа была полная, чтобы она как бы всегда понимала, что она может заработать ещё больше. А во франчайзинге бывают? Бывают разные системы, да. То есть, бывают системы, что, например, есть за определённые часы время, есть оклады, но есть, например, и бонусы. Например, если у вас полная группа, то закрытую полную группу, а у нас в группе 8 человек, даётся определённый бонус учителю. Сколько в среднем проходит занятие вот на территории одного бэби-клуба? Ух ты! Вот именно в занятиях я не считала, но могу сказать, что вот такой на средней площадке может быть около 130 детей в месяц заниматься. А занятий сколько вот именно? Занятий в день проходит 4 умножьте на 7. У нас занятия идут с понедельника по воскресенье. Ага. Я до паузы спросила вас о размере первоначальных инвестиций и о том, насколько рентабельный этот бизнес, через какое время он окупается и начинает приносить прибыль. Примерно такой же вопрос, да не примерно, а именно такой вопрос я задавала, по-моему, месяца 3, что ли, назад Юлию Алексеевой. Она основатель, президент сети детских развивающих клубов «Я сам». Это тоже такая достаточно популярная история, и они примерно на таком же пути развития идут, тоже франчайзинг, и есть и собственные клубы, разумеется, около 10. Давайте сейчас послушаем, что она ответила по поводу первоначальных инвестиций, а потом вы выскажитесь на эту тему. Пожалуйста. Небольшой клуб в Москве, небольшой клуб, это 45-65 метров, то вложений где-то полмиллиона рублей потребуется. Это без ремонта, это то оборудование, это необходимые регистрации, документы, кассы и так далее. Это то, что нужно для открытия. Здесь у нас нет с вами запаса на расход арендной платы на первые полгода, расход заработных плат. Это без учета этих данных. Итак, 500 тысяч только на оборудование необходимое. Это без ремонта, это без аренды и это без зарплаты. 500 тысяч долларов. А у вас как это все происходит? Если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то порядок цен такой. Давайте мы сейчас будем говорить о клубе, который открываю, например, я сама. Это не франчайзинг. Потом поговорим про франчайзинг ваш. Вы сами открываете клуб и что туда вкладывают? Естественно, нужно учесть. То есть без франчайзинга. Тогда начинка клуба для того, чтобы клуб был красивый, с пособиями, с игрушками, это порядка от 400 тысяч. В принципе, они же и до. Ну а дальше это ремонт, аренды и франшизы. Понятно. Сколько стоит ваша франшиза и какого рода здесь расходы? То есть для того, чтобы открыть клуб по франшизе, для Москвы мы подразумеваем такие цифры миллион восемьсот. И можно их так поделить. 600 тысяч – это паушальный взнос, первоначальный взнос, который платится единовременно, единожды. И 400-450 тысяч – это начинка клуба. И где-то 500 тысяч мы закладываем, это ремонт. Где-то, можно сказать, по Москве цифры – это 6 тысяч за метр материалы плюс работа. Здесь иногда некоторые франшизи молодцы умудряются, где-то самостоятельно что-то делают, и тогда расходы на ремонт сокращаются. Если мы говорим о регионах, то это может быть миллион триста, миллион пятьсот. Но в Москве, даже если все сделать самим, весь ремонт, то все равно в полтора миллиона… Я хочу сказать, пожалуйста, вот пример. У нас ребята открывались недавно – миллион триста. В миллион триста уложились в Москве, да? Прекрасный клуб, 80 метров, поэтому… Деньги, не сказать, чтобы уж очень маленькие. За какой период времени это все при грамотной постановке дела может отбиться? Два с половиной года. То есть при грамотной, когда вы хорошо стартовали, достаточно держите уровень, выполняете все стандарты, и тогда это достаточно реальные, это не быстро окупаемые, да, то есть это не продукты, и вы должны это учитывать и рассчитывать, когда покупаете франшизу. Мы об этом очень подробно говорим при встрече. Два с половиной года. Ну, в российских реалиях это считается очень-очень долго, да. Это бизнес, это стиль жизни, лайфстайл. Это не совсем про бизнес, бизнес, который мы ставим, да, определенную там лавочку и как бы очень быстро отбиваем деньги. Да, это реальная цифра. А рентабельность какова? Вот, допустим, все уже отбили, два с половиной года прошло, все хорошо, все довольны, а дальше? А дальше вы начинаете зарабатывать, учитывая сезонность, потому что у нас на самом деле есть такой летний спад, но есть как бы резервные фонды, которые вы получаете свою прибыль, откладываете на лето и так вот живете. Так все-таки рентабельность от до, назовите вилку, в среднем, именно по московским клубам. По московским, ну от 100 до 200. Ну вы имеете в виду как бы прибыль? Да. Прибыль, да. Ну я имею в виду разницу между прибылью и затратами, скажем, ежемесячной. Да, 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 чистая прибыль вы имеете. Так, чистая прибыль, подождите, мы с вами запутались. Чистая прибыль от одного клуба, например, может сколько в год составлять? Ага, в год. Ну давайте умножим с вами. Например, если я возьму, например, свой клуб, и моя чистая прибыль 150 тысяч рублей, умножьте ее на, получается, вычтем 3 месяца, 12 минус 3 на 9 месяцев. Ну хорошо, спасибо за исчерпывающий ответ. Тут у нас вопросы. Например, вот следующий вопрос. Чем по-вашему отличаются московские дети и главным образом их родителям? Я не могу так поставить вопрос, ответить на этот вопрос, потому что дети и родители вообще ничем не отличаются. Это такие же дети, как и в регионах, такие же родители, своими желаниями, амбициями, непониманием, к сожалению, своих детишек, или там безусловной любовью иногда. Это так нельзя сказать. Совсем-совсем? Совсем-совсем. И никакой специфики именно на московском рынке работы не существует? Я не вижу ее. Среди детей и родителей нет. Вот это, кстати, удивительный ответ. А какие, на ваш взгляд, методики, кроме Монте-Сори, потому что, ну понятно, с Монте-Сори, мне кажется, уже история вся закончена, давно она уже перестает быть популярной, или может быть столько клубов, которые скомпрометировали еще как... Вот какие методики могут быть востребованы в ближайшее время, да, для того, чтобы они стали популярными, ну и, соответственно, чтобы клуб как можно быстрее стал окупаемым и дальше просто зарабатывал, ну и приносил удовольствие, конечно. Во-первых, я немножко хочу защитить Монте-Сори, потому что Монте-Сори — это прежде всего такая же, как вот методика бэби-клуба, да, это скомпилировано очень много психологов. В Монте-Сори там сидят, то есть это уже метод так называется в Монте-Сори, на самом деле там заложено очень много работы, это прекрасные материалы, просто немножко подача, она не совсем для российской ментальности, то есть она достаточно предполагает спокойных детишек, которые спокойно выполняют определенные действия. Метод бэби-клуба, здесь на самом деле собраны лучшие российские и мировые методики, в том числе Монте-Сори мы используем не сам метод, мы используем очень много материалов по сенсорике, по математике. Прекрасная помощь Железнова, который поет прекрасные песни игровые, которые тоже мы используем в работе. Прекрасный психолог Питерский-Валявский, которые интеллектуальные игры, подвижные для детей. Естественно, Николай Александрович Зайцев, Диеныш, Долмана, то есть практически все. То есть мы, на самом деле, когда создавали свой метод, мы не стали подходить, как вот многие системы, которые говорят, только мы. То есть все остальные вас плохо научат. Да, то есть мы космополиты. А вот тут Ангелина задает вопрос, а есть ли у самого Зайцева дети? Если есть, то каковы их успехи? У него есть прекрасная дочь, она балерина, у него все хорошо. Балерина. Ну, тоже, в общем, не то чтобы сильно интеллектуальные, конечно, занятия. Красивый балет. Хотя с другой стороны, как посмотреть, да? Давайте еще на один вопросик ответим. Были ли какие-нибудь фатальные ошибки в вашей карьере? Ну, мы даже будем говорить не про карьеру, а про построение собственного бизнеса. Вот какие-нибудь фатальные ошибки были ли допущены? Ну, вы, наверное, уже сами слышали. Я, видите, не до конца могу сказать что-то про цифры. Да, это я вас просто запутала. Кстати, давайте еще разочек проясним, потому что вот этот момент... Значит, оборот компании составляет, например, на одного клуба. Да, вот давайте еще разочек. Вы имеете в виду под оборотом, когда выручка приходит? Да, да, да. За минусом расходов. Просто она, вот просто выручка. Да, а потом из нее вычитаются расходы, получается чистая прибыль. Выручка. Ну, давайте посчитаем, например, возьмем какой-то среднестатистический клуб. Вместе посчитаем. Вот, например, абонемент стоит 4,5 тысячи рублей. Это просто вот важно, я всегда люблю так вот по цифрам разобраться. Пожалуйста, да, 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 давайте. Вот 4,5 тысячи рублей. Мы понимаем, что у нас ходит где-то вот порядка где-то 90 человек, например, по этой сумме. А есть еще где-то порядка 20, которые ходят за 2,5, один раз в неделю. Вот вам, пожалуйста, складывайте. Ага, понятно. Хорошо, кому нужно будет посчитать. И вы сказали, что, в принципе, чистая прибыль, да, вот за минусов расходов от вот этой суммы составляет где-то от одного клуба 150 тысяч рублей, ну, в среднем. Да. А это до налогообложения или после? Нет, это уже чистая прибыль. Это уже совсем. Это совсем уже, да. И мы их умножаем где-то на 9-10 месяцев максимум, потому что есть провальные месяцы вроде лета. Вроде лета, в виде января, да. Хорошо, все, теперь разобрались, вполне нормально все посчитали, так что все хорошо. Так, в принципе, были ли какие-нибудь фатальные ошибки? Как раз это фатальный момент, когда несерьезно в таком бизнесе, да, очень стесняются люди говорить про деньги. В свое время, когда я начинала, я брала, там, 50 рублей за занятие, и мне было очень неудобно. Потом Юра говорит, это неприлично, бери за неделю. Вот, потом он скажет, что это неприлично. И для меня каждый раз это вот дети и деньги, и очень часто, да, там можно услышать, о, вы делаете бизнес на детях. Это вот для меня это такой бред, честно говоря. Неужели до сих пор такие вещи бывают? Ну, иногда как-то кто-то там засловит иногда в интернете. Вот, я уже на эти вещи не обращаю внимания, потому что я вижу счастливых детей, огромный выпуск детей, которые счастливы, которые научились читать, читать, писать в 4 года, абсолютно делают это легко. И бэби-клуб для них это не учеба, а это такой часть их жизни. Поэтому я не стесняюсь теперь брать за это деньги, но вот этот, наверное, такой фатальный стыд, который иногда присутствует и у партнерах, наверное, когда им стрёмно взять свою работу. Я всегда им говорю, ребята, вы идёте в хлебный магазин, вы не сможете взять хлеба и не заплатить за это. То же самое здесь, не надо стесняться этого. Вы уже упомянули о паушальном взносе, который, кстати, совсем не маленький, да, 600 тысяч долларов, но он единовременный. А рублей. Да, ой, да. Спасибо вам большое. Это хорошая планка. Да. 600 тысяч. Далее про инвестиции мы с вами уже поговорили, здесь всё вполне себе приемлемо. Так, платится ройалти, вот этот момент такой, который для многих франчайзи достаточно важен. Если платится, то как, когда, каким образом, с такой периодичностью? Ройалти начинает платиться практически сразу, то есть у нас есть, это 7% от выручки. У нас есть ограничения, то есть минимальные это 6 тысяч рублей, максимальные 21 тысяча рублей. То есть если вы по выручке вышли за эту сумму, то вы всё равно не заплатите больше, чем 21 тысяча рублей. Это платится ежемесячно, предоставляются отчёты для управляющей компании. Вот, и на самом деле, что, за что, да? Вот, кстати, у Александра есть хороший вопрос. А зачем мне ваша франшиза, если я могу взять систему Зайцева и открыть свой собственный клуб? Система, как у любых гениев, у них очень хорошая идея. А идею ещё надо воплощать. Попробуйте. А были такие, которые, например, пробовали и получалось? Из, например, ваших бывших работников наверняка же отпочковывались, открывали свои клубы. Эта история такая известная. Да, это известная история, и она нормальная, когда человек созрел для своего в бизнес, и очень важно, чтобы человек ушёл красиво. Когда человек открыто приходит, говорит, я созрел, я хочу, я ваш портрет повешу в центральной комнате. Вот, тогда у меня такие люди, я им очень благодарна за их честность и откровенность. И я, конечно, спокойно их отпускаю. Вот. Когда люди не очень красиво уходят, и такие уходы тоже были, когда берут системы, берут клиентов, перекупают учителей, ну, тогда это не очень комфортно. Да, конечно, люди работают, но сейчас уже мировая практика показывает, что дело идёт, и это сети, сети, которые люди доверяют, люди видят стандарты, и, конечно, один клуб – это тоже хорошо. Есть учителя-энтузиасты, талантливые люди, это безусловно. Но здесь мы очень много, хочу как бы отметить свою управляющую компанию, которая, на самом деле, эти роялсы, которые оплачиваются ежемесячно, это огромная работа управляющей компанией, в которую у меня входит 10 человек, в том числе и я, в том числе и Юрий, как мозг, несмотря на то, что он в финансах. И это работа по всем направлениям, мы занимаемся, мы ищем новые паттерны в разных областях, от юриспруденции до экономики, различных систем, и всё, что мы находим, мы это всё отдаём партнёрам, и, естественно, вот наша работа заключается в развитии сети. Я думаю, что иногда маленькие клубы, они бегают по кругу. Так, ещё пара вопросов, которые нам прислали. Вы начали франшизу два года назад, а окупаемость, как вы сказали, два с половиной года, то есть ни один франшизинговый клуб пока не окупился. У нас есть сведения, то есть, например, ребята, которые самые первые в Питере проработали, вот у них уже будет два года, то есть за первый год они окупили 40% этой цифры. С какого возраста рекомендуется вводить бэби-клуб, Катя спрашивает? От 8 месяцев. От 8 месяцев и до школьного возраста? Да, 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 они после нас сразу идут в школу. И, в принципе, вот наши любители тестироваться при школах очень часто им ставят опережение на 2-3 года вперёд. Так, вот Сергей Любимов спрашивает, хочу узнать, рассматриваете ли вы новые развивающие игры, есть методика и оборудование, если что, как связаться? Пожалуйста, всё присылайте у нас в www.babyclub, присылайте, у нас там есть своя почта. Вы сами рассматриваете или кто-то там за вас это всё делает? По направлениям, то есть попадает письмо, и кто-то берёт его, чьё направление это касается. Если это методический центр, то, соответственно, девочки из методического центра будут рассматривать этот вопрос. Теперь конкретно мне, пожалуйста, расскажите, просто от до, потому что когда вы говорите, что мы берём паттерны из юриспруденции, я вот не очень недопонимаю, да, что всё-таки конкретно входит в пакет, который вы предоставляете вашим франшизе? Прежде всего, франшиза и в пушальный взнос это входит наш бренд, который на самом деле регистрируется не так быстро. Для того, чтобы зарегистрировать слова Baby Club понадобилось, и вообще не только нам, вообще нужно где-то полтора года. После этого мы передаём договор имя, для партнёра он приобретает по договору наше имя, он приобретает ноу-хау, это наши прописанные методики от 8 месяцев до 6 лет, долгосрочное планирование, это то, чему научится малыш, и каждый урок как сценарий прописан для каждого возраста, то есть где-то на 5 лет, на каждый год. Затем, естественно, вы получаете поддержку мощной команды, у нас есть свой юрист, свой пиарщик, свой маркетолог. Который обслуживает франшизе, конечно. Естественно, есть личный куратор, который отвечает на все вопросы. Есть огромный талмуд, называется руководство, в котором прописаны все бизнес-процессы, все материалы, все поставщики, который с каждым днём растёт и растёт. Я даже боюсь, какого вида он через несколько лет будет. У нас есть такая система интранет, где лежат все эти материалы, где общаются партнёры, и каждый партнёр видит, то есть все в общей сети, то есть это как общий форум, и люди обмениваются опытом. У нас есть сайт, прекрасный сайт от студии Артемия Лебедева, в котором у каждого партнёра есть свой личный подсайт, и на этом сайте люди сами, то есть сами партнёры могут изменять информацию хоть каждый день. У нас есть колл-центр, это всё входит в паушальный взнос, колл-центр, который работает 24 часа в сутки. У нас есть, наша задача обучающая, поэтому у нас выходит онлайн три газеты, методическая для учителей раз в месяц, раз в месяц выходит газета для партнёров Baby Times, так мы её скромно назвали, и газета для родителей, которая рассылается родителям. И у нас каждый день, каждый раз в месяц онлайн-собрание для всех партнёров сети, мы рассказываем, что нового интересного мы нашли, как управляющей компанией, и раз в год у нас, вот у меня уже руки дрожат, потому что у нас 1, 2, 3 июля будет съезд в Казани, будет около порядка ста человек, приедут партнёры с своими учителями, и там будет очень такое фееричное обучение, дружба, знакомство, дискотека, вот. Вот. Евгения, вот за то время существования франчайзинга вашей программы были ли люди, которые, прикинувшись вашими партнёрами, поработав немножко и взяв всё самое лучшее, как это часто, к сожалению, пока ещё, пока не прописаны у нас все стандарты франчайзинга на территории России, как это часто случается, взяв всё самое лучшее, переименовали там из Baby Club в Baby Boom, не знаю, и работают себе спокойненько дальше, ничего уже и не платя. Если были, то сколько таких? У нас такой один уход такой был, и то это был уход, человек, мне кажется, до конца не хотел уходить, вот, у нас не сошлись ценности, потому что это был один из самых первых партнёров, и мы очень долго договаривались, и всё-таки не смогли договориться, мы предложили расстаться, и человек работает, да, как вы говорите, он переименовался, да, какие-то вещи он взял, но он сейчас отдельный клуб, может быть, даже известный в своём районе, но Baby Club, как огромный корабль, плывёт дальше, и ищет себе партнёров, с которыми нам наиболее комфортно. Так, вот Сергей спрашивает о размере первоначальных инвестиций, где вы взяли первоначальный капитал, но мы говорили уже про стартовый капитал, да, стартовый капитал, например, открыть сейчас такой клуб, это миллион, миллион восемьсот, да, как вы говорили, можно, в принципе, и в миллион триста обойтись, да, это вот с вашим фрочайзингом, Где выбрали? Ну, накопили, плюс Юрий, видимо, помог, да? Ну, в принципе, можно всё перечитать и переслушать. У нас на сайте уже сегодня к вечеру будет расшифровка, так что, Сергей, если что-то интересует конкретно, можете посмотреть, почитать у нас на www.finam.fm. Знаете, у меня вот какой вопрос. Это мне лично очень интересно. Каким образом вы справляетесь с такой огромной нагрузкой? Всё-таки у вас уже трое дочерей, да? То есть вы ожидаете сейчас четвёртого ребёнка, то есть скоро будет уже четверо детей. При этом вы тактик, хоть и с поддержкой мужа, но вы в основном занимаетесь этой сетью, да? Вы тактик, вы разруливаете все вопросы каждодневные, ежечасные, ежеминутные, видимо. То есть это нагрузка, которая 24 часа в сутки, при этом уже практически четверо детей. Расскажите мне конкретно, только вот не так, что я вот такая молодец, там, да, как-то вот так оно само всё получается, а конкретно, как вы распределяете ваше время? Кто помогает? Есть ли, может, какая-то система? Система? Система, это просто делать дела. То есть ты не откладывал, я никогда не откладываю, но есть такая штучка, называется плановик. Я подсмотрела его у своего парикмахера, вы знаете, когда записывают себе клиентов. Вот такой плановик есть у меня. У меня есть... Он бумажный, электронный? Он бумажный, он бумажный. То есть у меня уже как бы расписаны дела, там, и уже к концу года уже. То есть я заранее всё планирую. Я никогда не опаздываю, очень чётко выполняю свои обязательства. Но есть вещи, которые, например, я не совсем умею делать. И тогда я всегда рядом со мной есть люди, то есть я умею формировать грамотно команду. Команду в семье, команду на работе. Есть люди, которые делают это прекрасно и лучше, чем я. Поэтому я только этих людей зажигаю. У меня есть прекрасная помощница Валя, которая помогает мне с детьми именно с маленькой. Она по хозяйству или она как няня? Она как няня, да. Потому что я не считаю, что нужно смешивать хозяйство и няню, потому что у няни есть дружить с моим ребёнком, чтобы он был счастлив. Вот я знаю, что моя Марта, маленькая, безумная, любит её и счастлива, и остаётся с ней просто с удовольствием. А старшие дети, всё-таки, бэби-клуб, он подразумевает такую самостоятельность у детей. И мои дети очень самостоятельные. Там Наталья старшая в свои 13 лет и Яна в свои 8 лет. Это дети, которые могут там себе разогреть еду, съездить в любую там точку Москвы, помочь мне по работе. Поэтому это абсолютно самостоятельные люди, которые сами всё делают. То есть я делаю так, то есть я людей организовываю, а всё остальное делают они сами. Поэтому мне не сложно. То есть вы хороший организатор. Я хороший, да. Евгения, а что вы хотите в первую очередь воспитать в ваших дочерях? Вот три качества назовите. То есть это вот, что называется, матхэл для них, по вашему мнению. Ну, моё мнение всё-таки, да, то есть я веду ещё, как бы, интересный очень тренинг, который называется психологический дайвинг, на котором я ищу у людей, помогаю им найти своё предназначение. Вот моя, как бы, самая главная цель, чтобы мои дети нашли своё предназначение. Мы уже сейчас его нашли и, как бы, идём к его воплощению. То есть цель родителей – это всё-таки направить своего ребёнка на его истинный путь, с которым он родился и пришёл в этот мир. Я хочу, чтобы они были добрыми, я хочу, чтобы они были отзывчивыми и счастливыми. Самый последний вопрос. Пожалуйста, в одно слово соммулируйте все ваши ощущения, мысли и чувства по поводу последних 10 лет, прожитых в России. Россия нулевые. Пожалуйста, одно только слово, в котором сконцентрировано для вас всё на эту тему. Сейчас давайте послушаем версию Елены Буяновой, тоже наши гости недавние. Она основательница двух компаний – компания «Аберон» и «Вино и Розы». Её версия потом ваша. Я могу сказать «быстро», но, наверное, в обоих направлениях – и вверх, и вниз. Вот первое ощущение было «быстро», очень быстро всё меняется. Слово «быстро», причём в обоих направлениях – и вверх, и вниз. А ваше? Ваше слово? Самопознание. Самопознание? Да. Ой, и сейчас ещё один вопрос. Конечно. А что вы такого узнали про себя за последние 10 лет? Я про себя знаю вообще всё. Я знаю, что я хочу. Я после того, как я веду свои лекции, я правда ничем не болею. Я не ем таблеток. Какая же вы всё-таки счастливая. Человек, который знает про себя вообще всё, достоин восхищения. Спасибо большое, Евгения, за то, что пришли к нам сегодня. Я надеюсь, мы с вами ещё обязательно здесь увидимся. Очень много тем осталось незатронутыми, а хочется их обязательно потрогать. Евгения Белоноченко у нас сегодня в программе. Психолог и основатель сети детских центров раннего развития «Бэби-клуб». Можно почитать, посмотреть и послушать наше интервью на нашем сайте www.finam.fm. Евгения, спасибо. Это была программа «Не сделали это». С вами была Елена Лихачёва. С вами прощаюсь. До завтра. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok